Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Опель «Астра-Аш» – довольно-таки популярный автомобиль. «Астра» очень бодро продавалась в Европе и в наших странах. Её выпуск начался в 2004 году, а закончился в 2014 году. На родном европейском рынке поколение «Аш» заменили на поколение «Джей» в конце 2010 года. С 2008 года «Астра-Аш» начали собирать на заводе под Санкт-Петербургом, а в 2010 году наладили крупноузловую сборку в Калининграде. Напомним, что все VIN машины, которые были собраны в России, начинаются с буквы «Х». Сборка хэтчбеков и «Универсалов» продолжилась на заводе в Польше. «Астра-Аш» существует в пяти вариантах кузовов. Помимо всем привычных пятидверного хэтчбека, седана и «Универсала», ещё существует купе GTC. По сути, это трёхдверный хэтчбек, а также кабриолет «Твинтоп». Их собирали только в Германии. «Опель Астра-Аш» и сейчас выглядит довольно свежо, но учтите, что большинство этих машин не были оснащены системой стабилизации ESP. А ещё у этой «Астры» не было современного автомата. Встречается четырёхступенчатая АКПП, а также пятиступенчатый робот «Изитроник». «Опель Астра-Аш» – удачная модель и надёжный автомобиль. Подавляющее число владельцев очень довольны этой машиной. Действительно, при нормальной эксплуатации и своевременном обслуживании эта машина пройдёт несколько сотен тысяч километров. «Астра-Аш» устроена просто и добротно. Но, естественно, могут портить впечатление откровенно уезженные экземпляры. А сегодня мы вам расскажем абсолютно всё, на что надо обратить внимание при покупке и эксплуатации «Астра-Аш». Начинаем. Кузов «Астра-Аш» сделан добротно. У него не только высокий рейтинг пассивной безопасности, но и практически полное отсутствие проблем с коррозией. То есть этот «Опель» не гниёт даже после десятков холодных и солёных зим. Однако лакокрасочный слой здесь тонковат, достаточно легко скалывается от камушков и лопается под молдингами. К сожалению, коррозия появляется и подрывает краску на порогах и колёсных арках. Может свести кромка двери багажника, а также появляются рыжики вокруг лобового стекла. Машины российской сборки охотно рыжеют по краям дверей. Также у них протирается краска на дверных ручках. Рекомендуем 1-2 раза в год сливать воду из полости в порогах, снимая резиновые заглушки в их отверстиях. Мутный и посеченный «коклофар» говорят о значительном пробеге автомобиля. На многих машинах криво висит или оторвана вот эта резиновая губа. А это говорит о контактах с бордюрами, сугробами и вылазками на бездорожьях. Если передний бампер хоть раз сорвется с креплений, то вернуть его с ровными зазорами вдоль крыльев вряд ли получится. Но выход есть. Надо просто купить новые пластиковые крепления и установить. Крепление стоит по $12. Вспомним и про лопнувшие стекла противотуманных фар. В оригинале их плафоны сделаны из закалённого стекла, но всё-таки крупные камни способны их разбить. Также небольшая трещина может разрастись из-за попадания воды или снега на горячее стекло. А ещё коррозия может испортить отражатели противотуманок, если вода попадёт внутрь. Оригинальные противотуманки на рынке стоят $130. Есть много заменителей и также продаются стекла по $15. Также обратите внимание на крышу любой версии Astra H. Не исключено, что там на чёрных молдингах вы видите неприкрытые заглушками отверстия под рейлинги багажника. Иногда на Astra H отклеиваются боковые зеркала, то есть сами стёкла отклеиваются от пластиковых креплений и падают на асфальт. Чтобы этого не случилось, естественно, лучше их превентивно переклеить, хотя стёкла могли быть переклеены предыдущим владельцам. Со временем на Astra H провисают передние двери, о чём говорит посторонний стук при захлопывании дверей, а также оттопыривание нижнего края дверей в закрытом состоянии. Если дверь ещё не люфтит на петлях, то можно отрегулировать ответную часть замка, то есть баёк, а лучше купить новые бойки вместе с их винтами. Если передние двери люфтят в петлях, то придётся потрудиться. Люфт происходит из-за износа шплинтов и их отверстия в самих петлях. Сложность в том, что петли приварены к кузову, и чтобы их поменять, надо петли аккуратно спиливать, либо мастерить втулки для старых петель и новых шплинтов. Если после дождя или мойки вы обнаружили мокрые передние ковры или влагу на порогах, то тогда снимайте обшивку передней двери и восстанавливайте уплотнение вокруг динамиков. Именно оттуда льётся вода, которая просачивается сквозь двери и стекает вниз к дренажным отверстиям. Добавим, что кнопка двери багажника не очень хорошо защищена от влаги. Под её резиновый колпачок может попасть вода не только во время мойки, но и во время дождя. Кнопка может выйти из строя, а зимой и вовсе замёрзнуть. Умельцы снимают кнопку и садят её резиновый кожух на герметик. В Opel Astra H, которая постоянно возит задних пассажиров, очень часто обрывается жгут проводов в задней двери. Жгут обрывается в гофре в дверном проёме и очень часто близко к электроразъему. Но хороший электрик может качественно восстановить эти провода. Многие экземпляры Opel Astra H прошли через процедуру ремонта модуля CIM. Из этого модуля торчат оба подрулевых переключателя, а также там есть шлейф для соединения с клавишами на руле, а также клаксона. Этот модуль завода имеет неудачную контактную группу на 6 пинов. Иногда в ней просто пропадает контакт. Обычно из-за окисления пинов, реже из-за трещин пайки между пинами и электронной платой. Есть случаи обрыва гибкого шлейфа. Если модуль CIM барахлит, то все кнопки на руле срабатывают через раз или отключаются насовсем. Ремонт этого модуля несложный. В большинстве случаев можно обойтись просто паяльником. Ещё одна пакостная неприятность Opel Astra H – это поломка вала заслонки рециркуляции системы вентиляции. Если обламывается вал, то переключение на забор воздуха снаружи и из салона прекращается. Если обломан вал, то переключение режимов рециркуляции происходит с хрустом, который слышен где-то в районе бардачка. На многих автомобилях заслонка и её вал были заменены ещё по гарантии. Новая заслонка стоит около 100 долларов, но благодаря творческому ремонту можно восстановить обломанный вал и надёжно прикрепить его к заслонке. Вообще вал обламывает из-за чрезмерно мощного сервопривода, поэтому умельцы придумали ограничитель напряжения, который как переходник подключается между сервоприводом и его проводкой. Ещё одна особенность электроники Opel – для программного доступа к электронным блокам, а также их прошивки и программирования, и для привязки новых ключей донором нужен четырёхзначный код, который называется CarPass. Вообще он приколот к сервисной книжке, но если код утерян, то узнать его можно у дилера по ВИН, либо же обратиться к электронщикам по Opel, которые найдут его с помощью программатора или даже через диагностический разъём. Но бывают случаи, когда на машине меняли ЭБУ, привязали его к этой машине, но не сбросили информацию о машине-доноре и CarPass. Такая неприятность обнаруживается при привязке дополнительного ключа. В этом случае CarPass надо извлекать непосредственно из иммобилайзера. Но не каждый специалист по Opel и по изготовлению ключей может справиться с такой задачей. Откровенно неудачных двигателей под капотами Opel Astra H нет. И хотелось бы сказать, что практически на все моторы, о которых мы сейчас будем говорить, на нашем YouTube-канале есть подробнейшие обзоры. Все ссылочки будут в описании к этому ролику. Базовый 1,4-литровый атмосферник устанавливали на все Opel Astra H европейской сборки. Это хороший и неприхотливый мотор с цепным приводом ГРМ, гидрокомпенсаторами, заслонками Twinport и клапаном EGR. Но не будем на нём подробно останавливаться, потому что Astra H с ним мало. И у нас на канале есть подробнейший обзор этого мотора. До начала 2007 года на Opel Astra H устанавливали двигатель 1.6 Twinport. Это такой же, как 1.4, только увеличенного рабочего объёма. Всё самое важное собрано в отдельном обзоре на нашем канале. 1,8-литровый двигатель до рестайлинга тоже относится к старым моторам. Он появился в 1998 году и является продолжением ещё более старого двигателя. Это предельно простой мотор с ременным приводом ГРМ и изменяемой геометрией впускного коллектора. Если захотите подробно заглянуть внутрь этого мотора, то есть подробнейший обзор на нашем канале. Иногда в продаже можно встретить дорестайлинговый и рестайлинговый Opel Astra H с двухлитровым турбомотором. История этого двигателя уходит своими корнями в 90-е годы к очень живучим, бодрым двигателям с чугунными блоками цилиндров. 2.0 Turbo живучий, быстрый и недорог в ремонте. Хотя на сегодняшний день до конца неизвестно, сколько здоровья осталось в этих моторах. На дорестайлинговых Astra H очень редко встречается прямовпрысковый атмосферник объёмом 2.2 литра. Этот мотор с капризной дорогой топливной системой мы тоже подробно разобрали до поршней и коленвала. Рестайлинг у Opel Astra H случился в 2007 году. И вообще обновлённых машин больше на дорогах и в продаже. После рестайлинга линейка двигателей помолодела. Появились новые атмосферные моторы объёмом 1.6 и 1.8. Это практически идентичные двигатели. А вот, кстати, старый 1.4 Twinport и новый 1.6 на универсалах Astra H можно встретить заводским газовым оборудованием. Итак, моторы 1.6 и 1.8 имеют ременной привод ГРМ по два фазовращателя, а вот гидрокомпенсаторов в приводе клапанов нет. Но это не особо беспокоит владельцев, которые эксплуатируют автомобиль на бензине, а не на газу. У этого двигателя, а также у старого 1.6 Twinport дорогой термостат, который обойдётся в 130 долларов, а служит он примерно всего 70 тысяч километров. У этого термостата отваливается резиновое уплотнение, и тогда антифриз начинает циркулировать по большому кругу. Вместо этого термостата лучше поставить термостат в исполнении для мотора Chevrolet. Он стоит не намного дешевле, но служит гораздо дольше. А вот из-за неисправного и врущего датчика температуры, который находится рядом с термостатом, эти двигатели будут плохо запускаться в холодную погоду. Фазовращатели этих моторов доставляли хлопоты в гарантийный период, но эти проблемы решали дилеры. При больших пробегах и экономии на моторном масле фазовращатели изнашиваются и начинают тарахтеть при утреннем запуске. Кстати, в блоке цилиндров за генератором есть винт под шестигранник, который можно открутить и получить доступ к обратному клапану в масляном канале ГБЦ. Если поменять этот клапан, то можно вылечить утреннее тарахтение фазовращателей. Не игнорируйте ошибки по системе изменения фаз газораспределения, потому что помимо ухудшившейся тяги двигателя все может закончиться выдавливанием масла прямо на ремень ГРМ с высокой вероятностью его перескока. Кстати, новый фазовращатель один для этого мотора стоит $180. Еще эти моторы охотно пропускают масло по сальникам и клапанной крышки. То есть масло в свечных колодцах еще быстрее прикончит модульную катушку, которая и без того славится слабыми изоляторами. Если в расширительном бачке появилась масляная эмульсия, то тогда надо поменять прокладки теплообменника масляного фильтра. А вместе с ними еще лучше поставить новую крышку расширительного бачка. Лучше ставить от Opel Astra J, а также от Opel Insignia. Она служит дольше и предотвращает риск раздувания трубок системы охлаждения. Еще присматривайте за трубкой, которая подводит антифриз к дроссельной заслонке. Если она задубела, то значит скоро лопнет и выльется немало антифриза. На оба этих двигателя 1.6 и 1.8 на нашем канале есть подробные обзоры. Там больше информации, в том числе и про мембранный клапан в клапанной крышке, и про не всегда удачные блоки управления этими двигателями. Обновленный Astra H получили 1.6-литровый турбомотор, на который у нас есть тоже подробный обзор. Машины с этим двигателем покупают истинные фанаты горячих Opel. Это, в принципе, неплохой мотор. Он сделан на основе 1.6-литрового атмосферника. Список слабых мест такой же, но этот двигатель – первый из агрегатов, Opel, начал разрушать и плавить поршни. Для Opel Astra H были подготовлены три совершенно разных турбодизеля. Все они были доступны на протяжении всего периода выпуска этой модели, но устанавливали их только на европейских заводах Opel. У нас на канале есть подробнейшие обзоры этих двигателей, так что, если нужны подробности, все ссылочки вы найдёте в описании. Все эти двигатели оснащены топливными системами Common Rail с электромагнитными форсунками. У двигателя объёмом 1.3 в приводе ГРМ-цепь, у остальных – зубчатый ремень. Младший двигатель объёмом 1.3 является итальянской разработкой. В целом этот двигатель порадовал минимальным расходом топлива и хорошей надёжностью. Двигатель 1.3 CDTI не должен греметь цепью, дымить из маслозаливной горловины, также должен бодро тянуть и быть сухим снаружи. Обслуженную Astro с этим мотором можно смело брать. Двигатель 1.7 CDTI – это детище японской компании Isuzu. На Astro H эти двигатели встречаются с топливными системами Bosch и Denso. О том, как их отличить, мы подробно рассказывали в нашем обзоре. Это тоже хороший и неприхотливый двигатель, но у него есть одна особенность, которая связана с установкой форсунок, о которой владелец должен обязательно знать. Флагмановский для Opel Astra H турбодизель 1.9 CDTI был создан инженерами компании Fiat. Это очень бодрый двигатель. Его 120-сильную версию можно встретить в паре с шестиступенчатой АКПП. Буквально единственная проблема этого мотора – это вихревые заслонки. Всё остальное в нём хорошо, сделано надёжно и просто. Опель Astra H донашивала старую 5-ступенчатую МКПП F17. Эта трансмиссия устанавливалась практически со всеми бензиновыми двигателями и с одной модификацией мотора 1.7 CDTI. Если эта трансмиссия установлена в паре с стандартным двигателем объёмом 1.4, то беспокоиться не о чем. Но масло надо в ней менять каждые 40 тысяч километров. А вот другие моторы-компаньоны этой механики способны подорвать её здоровье. Кстати, у нас есть подробнейший обзор этой трансмиссии на нашем канале. В ней ломается буквально всё, то есть изнашивается дифференциал, но чаще изнашивается передний подшипник вторичного вала. Чтобы продлить её жизнь, надо не жалеть ни времени, ни денег на замену масла и на регулярные проверки масла на наличие стружки. Зонт с магнитом на конце можно вставить в корпус трансмиссии через отверстие открученного сапуна. Если трансмиссия F17 гудит на ходу, а зонт обнаружил стружку, то тогда надо ремонтировать эту трансмиссию, либо купить отличную б.у. в компании «АвтоСтронг». Кстати, для замены масла надо снимать поддон, так как сливной пробки у неё нет совсем. Затем поддон надо установить на новую прокладку. Сбоку на корпусе трансмиссии есть контрольно-заливное отверстие, а вот на его пробке предусмотрен магнит, и ориентироваться можно по налипшей на него стружке. Масло можно заливать через это отверстие, но лучше это делать сверху через отверстие под сапун и заливать, пока масло не потечёт через боковое заливное отверстие. Кстати, некоторые мастерские предлагают заменить коробку F17 на D16 от Chevrolet, а также есть вариант установки пятиступенчатой механической трансмиссии F23. Но тогда придётся переделать крепление двигателя. Кстати, F23 ставилась в паре с двигателем 1.7 CDTI мощностью 100 лошадиных сил. Шестиступенчатая механика M32 как в нашем случае не обладает абсолютной надёжностью, но на Astra H до гула и износа эти трансмиссии ходят долго, особенно если владелец налил больше масла, то есть выше контрольного отверстия. Также на нашем канале у нас есть подробный обзор этой трансмиссии. Кстати, на Opel Astra H в паре с этой коробкой используется двухмассовый маховик, который всё-таки когда-то попросится на замену. А это недёшево. В паре с двигателем 1.3 CDTI работает шестиступенчатая механика M20. Это облегчённая M32, которая тоже нуждается в периодической замене свежего масла, а также её дифференциал может не выдержать агрессивного буксования. Двухпедальные Opel Astra H с двигателями 1.4 и 1.6, а также с турбодизелем 1.3 CDTI оснащались роботизированными трансмиссиями EZ-Tronic, также известными как MTA. Конструкция роботов предельно проста. Это трансмиссии F17 и F20, и на них навешаны сервоприводы для переключения передач и управления сцеплением. К стандартным проблемам этих трансмиссий были добавлены ещё проблемы с сервоприводами, но не всё так плохо. Практика показывает, что до каких-то глобальных ремонтов эти трансмиссии ходят по 250 000 километров. На самом деле они устроены очень просто. По моторчику в двух сервоприводах выбора передач, также один моторчик в автомате сцепления. И да, при больших пробегах требуют замены щетки коллекторов моторов, но меняются они просто буквально в поле. В приводе сцепления может износиться подшипник вала моторчика, также может износиться главный тормозной цилиндр. Но всё это меняется очень просто и недорого. Мастерских по ремонту Изитроников уже предостаточно. Диски сцепления робота тоже служат долго, однако если машина находится на светофоре более 20 секунд, надо обязательно включать нейтраль, потому что выжимной подшипник изнашиваются ускоренными темпами. При исправном сцеплении в драйве машина с Изитроник сразу начинает неторопливое движение. Также раз в 20-30 тысяч километров в сервоприводе надо поменять жидкость. Там обычная тормозная жидкость, но для этого обязательно нужен фирменный сканер, который может ещё и сделать адаптацию сцепления, если появились удары при торможении и при резком нажатии на педаль акселератора. Да, Изитроник не тороплив, как выпускник автошколы, и машина может откатиться назад при старте в гору, но жить с ним можно. А вот настоящие автоматы достались только Астром с двигателями бензиновыми объёмом 1.6 и 1.8, а также с дизелем объёмом 1.9 литра. Это разные трансмиссии, хоть обе и созданы компанией Aisin. В первом случае это четырёхступенчатая AF17, она же Aisin 6041 SN. У нас на канале есть подробнейший обзор этой трансмиссии. Если в ней менять масло каждые 60 тысяч километров, не отжигать, а также оснастить её индивидуальным масляным радиатором, то эта трансмиссия проходит более 300 тысяч километров. А вот если пренебрегать нормальным сервисом, то тогда автомат этот может забуксовать до 200 тысяч километров. Но в этой трансмиссии сделано всё просто и ремонтируется недорого. В общем, она не опустошит ваш кошелёк. Итальянский турбодизель мощностью 120 лошадиных сил под капотами Astra H дружит шестиступенчатой автоматической трансмиссией Aisin TF80SC. Она же AF40 – это куда более современная и шустая трансмиссия, которая не имеет проблем по части надёжности. Мы, кстати, подробно её тоже обозревали. Серьёзные проблемы и поломки у этой трансмиссии были из-за попадания антифриза в АТФ из хлипкого радиатора, который встроен в основной. Но эта проблема существовала до 2007 года. А теперь минуточку внимания. Хотите знать, как правильно погонять лысого? Хотите знать, что лысый сделал с бойцом MMA? Хотите узнать, как правильно закадрить мотор? Прямо сейчас подписывайтесь на наш новый YouTube-канал «АвтоСтронг Ха-ха-ха». И хорошее настроение вам гарантировано от компании «АвтоСтронг». Ссылочка в описании. Прямо сейчас зайдите и подпишитесь. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помните, что в «АвтоСтронг» есть прекрасное подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы с честными пробегами и продаём с полным пакетом документов. Нужен отличный байк, обязательно обратитесь в «МотоСтронг». Ссылочки в описании. Ну что, мы на СТО и продолжаем. На что ещё можно обратить внимание под капотом «Астра-Аш»? Если панель приборов сообщила вам, что пропала зарядка аккумулятора, то, вероятно, проблема может быть в оборванном контакте на реле-регуляторе. Контакт можно подпаять, но для этого придётся снимать генератор. Со временем в электросистеме «Астра-Аш» могут появиться просадки напряжения, при этом на АКБ будет нагреваться минусовая клемма, но генератор будет работать исправно. Всё это говорит о том, что контакт на массу стал хуже и происходит недозаряд аккумулятора. Как финал этой истории, машина может не запускаться из-за того, что напряжение для пуска стартера и для работы бензонасоса будет слишком низким. Также из-за недозаряда аккумулятора бензонасос может отключаться на холостом ходу, а также могут происходить разнообразные глюки в электросистеме автомобиля. Например, центральный замок с пульта дистанционного управления может открываться через раз. Самое простое решение этой проблемы – это добавление дополнительного провода на массу, а также очистка или замена наконечников всех минусовых проводов. Также держите в чистоте и порядке косу проводов КБУ. Иногда там обрываются провода, что приводит к совершенно непредсказуемым последствиям. Шасси Opel Astra H предельно простое. Спереди стойки McPherson, сзади обычная балка, других вариантов нет. Подвеска предельно живучая. Все служит примерно 150 тысяч километров. Оба сайлентблока передних рычагов продаются отдельно. Шаровая опора зафиксирована на трех винтах, также продается и меняется отдельно. Сайлентблоки – 15 долларов передний, 25 долларов задний по оригиналу. Также оригинальная шаровая опора стоит 100 долларов, а вот хорошие заменители, то есть не оригинал, в 4-5 раз дешевле. Втулки переднего стабилизатора меняются отдельно. Оригинальная стойка стабилизатора стоит 50 долларов, заменители естественно в разы дешевле. При больших пробегах наступает необходимость заменить все шесть сайлентблоков переднего подрамника. Процедура хлопотная, долгая, но нужная. Оригинальный комплект сайлентблоков обойдется в 100 долларов. Передние ступичные подшипники слабоваты и уже начинали гудеть при пробеге в 150 тысяч километров. Подшипники быстрее выходят из строя, если автомобиль обут в шины диаметром 17 дюймов и более на стандартных высокопрофильных 15-16 дюймовых колесах подшипники ходят дольше. Подшипник продается вместе со ступицей и в него встроен датчик ABS. Оригинал стоит 160 долларов, не оригинал вдвое дешевле. На Opel Astra H с турбированными двигателями, а также с прямовпрысковым мотором объемом 2,2 встречаются электронно управляемые амортизаторы системы IDS+. Это очень хлопотные амортизаторы, по стоимости передней или задней, по 250 долларов штука. Для сравнения, обычные пассивные, как на этом автомобиле, по оригиналу стоят 60-70 долларов. При осмотре автомобиля на подъемнике обязательно обратите внимание на опоры двигателя, особенно на заднюю. Помимо лопнувшего демпфера можно обнаружить треснувшую опору. Экраны вдоль глушителя Opel Astra H охотно отваливаются. Крепите их на шурупы, либо покупайте и устанавливайте новые экраны. А вообще на данном автомобиле их нет. Также обращайте внимание на пыльники троса ручника. Они протираются и туда попадает внутрь грязь и влага. Зимой может так получиться, что при отпускании рычага ручника колодки продолжают блокировать задние колеса. У Opel Astra H очень интересная ситуация с рулевой рейкой. Она гидравлическая, но ее насос приводится не от коленвала ремнем, а электромотором. Электромотор находится сразу под бачком с гидравлической жидкостью, а вся эта конструкция установлена перед моторным щитом с пассажирской стороны. Поставщиками рулевых рейк для автомобилей Opel Astra H были компании TRV и ZF. На большинстве автомобилей установлены рулевые рейки компании TRV. Их можно отличить по пузатому бачку с большой крышкой. А вот на тех автомобилях, на которых установлена рейка ZF, бачок узкий, почти белый, высокий, похож на литровую канистру от масла с небольшой узкой крышкой пробкой. На данном автомобиле установлена рулевая рейка ZF. Для рулевой рейки ZF предусмотрено 3 варианта рулевых тяг, которые немного отличаются по длине. Есть рулевые тяги для обычной подвески, то есть с 16-дюймовыми дисками, а есть два варианта для спортивной версии шасси, то есть с дисками на 17 дюймов, а также на 18 и 19 дюймов. Вот такие заморочки. А вот рулевая рейка TRV появилась ещё на Astra G. Там один вариант рулевых тяг и наконечников, и рулевые тяги не подходят к рулевой рейке ZF. Оба варианта рулевых рейк одинаковы по надёжности и ремонтопригодности. Да, могут потечь, но в продаже есть неоригинальные ремкомплекты со всеми сальниками. А вот если езда по ухабам приведёт к износу зубчатой рейки или же золотник гидравлического распределителя, протрёт борозды в корпусе, то тогда придётся покупать б.у. рейку, милости просим, в «АвтоСтронг». Гидравлические насосы с электромоторами достаточно надёжны, но при больших пробегах начинают барахлить, то есть перегреваются и отключаются до охлаждения. Эти насосы приходится менять вместе с бачком. Можно устанавливать б.у. детали. Ну что, сегодня мы постарались сделать самый полный обзор особенностей и слабых мест Opel Astra H. Как мы и говорили в начале, это простой и надёжный автомобиль. Все нюансы и неисправности не происходят на каждом автомобиле, и тем более они не происходят одновременно. При адекватной, нормальной эксплуатации и при хорошем сервисе эти автомобили без каких-либо глобальных поломок легко ходят и 400 тысяч километров. После нашего обзора вы знаете практически всё об этой машине. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные и крутые обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть компания «АвтоСтронг-М». Продолжение следует... «АвтоСтронг-М». Продолжение следует... Продолжение следует... «АвтоСтронг-М».